Добрый день! Количество вопросов, поступающих на канал, продолжает увеличиваться. Сейчас это несколько, от нескольких до нескольких десятков вопросов в день. И, конечно, ответить на них на всех видеоформате совершенно невозможно. Поэтому, опять-таки, возвращаемся к режиму дайджеста. Большое спасибо за внимание к нашему каналу. Но на вопросы, которые требуют ответа в виде написания монографии, я ответить, естественно, не смогу. Поэтому отвечаю коротко. Итак, вопрос. Электросон при депрессиях и других психических заболеваниях. Есть ли от этого эффект? Электросон – это физиотерапевтическая процедура, активно использовавшаяся в Советском Союзе. Сейчас в связи с реформой здравоохранения и сокращением физиотерапевтических процедур, насколько я понимаю, это стало гораздо реже использоваться. В принципе, какого-то особого такого супертерапевтического эффекта при депрессиях, как и при любых других неврозах, электросон не имеет. Но, по сути дела, как это выглядит? Одевают на голову такие специальные очки с электродами. И путем раздражения глазных яблок током определенного импульса, соответственно, достигается состояние сна. В принципе, электросон можно сочетать, допустим, с пассивной релаксацией, либо с аутотренингом, либо с гипнотическими техниками. В комплексном лечении депрессии, конечно, может использоваться. Но, опять же, если для получения этой физиопроцедуры человек должен ехать на другой границ города, там сидеть в очереди, ждать эту процедуру, потом получать эту процедуру в течение 20-40 минут, а потом еще час ехать обратно, то, конечно, толку от нее никакого. Поэтому электросон – это процедура, которая может быть использована в комплексной терапии депрессии, но, как правило, при лечении в стационаре. То же самое касается и других заболеваний. Конечно, при шизофрении или любом другом психозе от электросна толку никакого, а при невротических расстройствах именно в комплексной терапии может быть использован. Следующий вопрос. Как помочь человеку, страдающему анорексией? Могут ли что-то предпринять друзья или родственники? С какого момента нужна госпитализация? Помочь больному, страдающему анорексией, друзья, родственники, конечно, могут. Самая главная проблема, как и при зависимости, кстати говоря, при анорексии – это добиться от пациента хотя бы минимального осознания и желания коррекции своей проблемы. Потому что при анорексии человек уверен, что ему нужно снижать вес, даже тогда, когда у него явный дефицит этого самого веса уже наблюдается. И, отвечая на последний вопрос, когда нужна госпитализация, вот тогда, когда критик полностью утрачивается к своему состоянию, и идея снижения веса из раздела сверхценной, когда еще хоть как-то там на что-то, анорексика можно уговорить, прирастает в абсолютно бредовую, когда никакая логика ничего не действует, и речь идет уже о кохексии, истощении, угрозе жизни и здоровья, и вот тогда уже однозначно нужна госпитализация. От родственников и друзей пациента требуется максимально подвинуть, убедить, создать условия благоприятные для того, чтобы пациент с анорексией обратился за помощью и начал получать лечение. Следующий вопрос. Снимите видео про соматические депрессии, в скобочках, обусловленные заболеваниями. В частности, меня интересуют депрессии, возникающие вследствие печеночной и почечной недостаточности, сахарного диабета, синдрома Кушинга, церебральными патологиями, органическими поражениями головного мозга, хронической сердечной недостаточностью, заболеваниями ЖКТ. Какое, видимо, какое имеется в виду их течения, терапия? Ну, вот как раз тот самый вопрос, по которому можно смело начинать писать монографию. Понятно, что в видеоформате ответить невозможно. Поэтому, коротко, если мы говорим про депрессии, которая обусловлена тем или иным соматическим заболеванием, отдельно по перечисленным вам нозологиями я говорить не буду. Какие особенности? Особенность в том, что если мы говорим об эндогенной депрессии, обусловленной генетической предрасположенности, протекающей вне зависимости от внешних факторов, то мы лечим только депрессию, и, соответственно, это в основном медикаментозная терапия, ну и на последующих этапах психотерапии. Если мы говорим о депрессии, обусловленной психотравмирующей ситуации, реактивной депрессии, то мы должны работать одновременно как с депрессивными синдромами, как правило, опять-таки, медикаментозно, так и одновременно психотерапией для дезактуализации психотравмы. Если же депрессия обусловлена развитием соматического заболевания, ну вот того самого сахарного диабета, синдрома Кушинга, недостаточности почечной, печёночной, церебральной каталогии и так далее, то прежде всего мы должны добиться стабилизации либо излечения от соматического заболевания. Понятно, что из того, что вы перечислили, полностью вылечить, ну мало что можно. Но тем не менее, если в основе депрессии лежит соматическое заболевание, то на первом месте идёт соматическое заболевание, лечение соматического заболевания, а на втором месте уже работа с депрессивной симптоматикой. Понятно, что если соматическая патология не будет хотя бы стабилизирована, то ни о каком лечении депрессии эффективным речи быть не может. И естественно также, что при назначении медикаментозного лечения депрессивного синдрома должна учитываться и соматическая патология. Но это само собой разумеется, тут говорить не о чем. Значение психотерапии, конечно, не столь велико, но тем не менее, тем не менее, я бы сказал, что всё равно психотерапия должна включаться. Хотя, конечно, здесь с ней могут быть определённые проблемы, но тем не менее. Каково их течение терапии? Ну, про терапию я сказал. Естественно, что терапия, да, желательно использование антидепрессантов максимально хороших в плане переносимости. То есть это современные препараты, ингибиторы, рефтейка, сертонина, норадреналина, полимодальные препараты, уж явно не трициклики. Течение, ну, течение, понятно, с учётом того, что вы перечислили тяжёлые хронические и соматические заболевания, то и у депрессии течения, как правило, достаточно тяжёлые и хронические. Прогноз, как говорится в медицинской литературе, в медицинской документации фиксируется, прогноз неблагоприятный. Но тем не менее, безусловно, работать с ней нужно. Здесь даже следует обратить внимание на то, что особенно важно не забывать, что при наличии хронических соматических заболеваний мы можем иметь достаточно тяжёлую депрессивную симптоматику. И не купируя депрессивную симптоматику, мы можем иметь меньшие результаты, худшие результаты по лечению соматического состояния. В ходе ответа на ваш вопрос я говорил в основном о том, как мы лечим депрессию при соматике, но и обратную ситуацию тоже надо рассмотреть. Как мы лечим соматику при депрессии? Потому что в течение практически любого из перечисленных вами заболеваний наличие депрессивного синдрома утяжеляет. Поэтому оставлять лечение депрессии при соматическом заболевании на потом тоже нельзя. Эти вопросы должны решаться параллельно. Следующий замечательный вопрос. Расскажите, пожалуйста, как можно эффективно приучить себя к самодисциплине? Хотелось бы научить вести дела по плану? Ну и так далее, и так далее. Человек описывает, какие проблемы у него есть. Чтобы эффективно приучить себя к самодисциплине, надо эффективно приучать себя к самодисциплине. Работать каждый день. Методика целеполагания как стиль. Ссылка внизу экрана на нашу программу помощи при депрессии, тревоге, хронической усталости, зависимости. Методика Кайдзен. Каждый день 3 минуты вы делаете то, что вы должны делать. В обязательном порядке. Следующую неделю каждый день вы делаете 4 минуты то, что вы должны делать. Следующую неделю 5 минут. И так далее. То есть постепенно, плавно, в соответствии с намеченными целями и задачами. Какого-то волшебного средства эффективно приучить себя к самодисциплине не существует. Самодисциплина это то, что вырабатывается годами. Годами работает над собой. Если бы это можно было добиться какой-то таблеткой или какой-то инъекцией, то я думаю, это была бы просто счастливая пора для человечества. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем сайте меднаука.нет и на нашем канале на портале YouTube.com Спасибо за внимание. Всего вам хорошего.